Господи, мне же 25, что я делаю со своей жизнью? Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем разговаривать о косплее Tracer И, наверное, сегодня самая интересная тема, ну, после пистолетов, наверное Оружие это всегда самая интересная тема Сегодня интересная тема, сегодня я буду рассказывать вам о том, как я делала броню На примере хроноускорителей и вот этих вот штук на руки И, наверное, сегодня мы скорее поподробнее остановимся на подсветке всего этого дела И на грунтовке, и на покрасе Потому что о том, из чего это все я делала, я уже вам рассказывала в прошлых своих видео Я думаю, вы об этом помните Ссылочку оставлю, как всегда, внизу под видео Обязательно посмотрите, там много всяких техник для начинающих Я думаю, вам это будет интересно Итак, как я уже сказала, весь мой реквизит был сделан из EWF С небольшим добавлением ворблы и небольшим добавлением всяких прозрачных материалов Естественно, ваш реквизит, я думаю, не все тут будут делать трейсер Ваш реквизит вы будете делать по своим выкройкам И когда он у вас будет готов, я вам сейчас расскажу, что с ним дальше-то делать Потому что EWF материал фористый и сразу его красить нельзя Обязательно нужно загрунтовать поверхность, чтобы ваша краска легла ровно Естественно, существует масса разнообразных грунтов Как строительных, так и грунтов для крафта Но это все дело стоит крайне дорого В общем, если вы хотите сэкономить Нужно использовать для грунта обыкновенный строительный ПВА У меня был ПВА-столяр Стоит все счастье 200 рублей за вот такую вот банку У меня, наверное, на всю броню со всеми переделками ушло Банки две, еще половина осталась Тем более, если посмотреть на видео западных косплееров Они там очень часто грунтуют свои детали с помощью такого клея, как Модж-Подж Это скорее такой докупажный клей, но его очень часто применяют в докупаже Он продается в Леонардо, например Причем продается небольшими, достаточно вот такими баночками И стоит, по-моему, рублей по 300-400 Ну, в общем, это довольно дорого для грунтовки Поэтому я решила поискать альтернативу И я нашла ее Почему я заостряю такое внимание именно на бренде клея? Потому что я, например, перепробовала кучу разных ПВАшек Причем покупала я их и в строительных магазинах, и в каких-то канцелярских И ни один из них не подошел так же круто, как вот именно Момент Столяр Потому что все они были какие-нибудь жиденькие, они стекали В общем, это все было несерьезно Момент такой достаточно плотный густой клей Который одним-двумя слоями абсолютно перекрывает вашу пористую структуру вот этой Евы И уже можно на высохший клей, конечно же, естественно, на высохший клей Наносить краску из баллончика Когда у вас все детали уже лежат покрашенные, высохшие отдельно И вам уже не терпится это все дело собрать Нужно сначала запихнуть, естественно, подсветку внутрь Если подсвечивать в вашем костюме нужно немного Или какие-нибудь, как вот, например, на моих наручах Просто небольшие полосочки, которые еле видно То это сделать вы можете с помощью светодиодов Как это сделала я Вот, например, здесь у меня такая кнопочка И она включает подсветку У меня тут светится совсем небольшое пространство И все это я сделала с помощью всего лишь трех светодиодов Которые запитаны, по-моему, от двух батареек От двух аашек, которые прячутся вот здесь Мне обещали, что такая конструкция из трех светодиодов и двух аашек Будет держать примерно на двое суток Но что-то я его уже включаю постоянно И они даже не собираются, по-моему, садиться Я думаю, это все дело надолго Но если вдруг мне нужно будет поменять батарейку То я просто вскрою вот эту часть Вытащу оттуда батарейки, поменяю их И снова заклею каким-нибудь кусочком EWF Естественно, если вам нужно подсветить какой-то объемчик побольше А не вот такую вот маленькую линеечку на броне То вам уже нужно думать более масштабно Мне более масштабно пришлось думать над хроноускорителями Которые находятся у меня спереди И еще больше хроноускоритель сзади Вот так оно выглядит Я вам это все покажу на примере переднего хроноускорителя У него... Что я вам расскажу? Сейчас покажу Вот Тут тоже есть кнопочка, которая включает всю подсветку Вот в этой маленькой круглой штучке накручена примерно метр двадцать, наверное, светодиодной ленты Вот так вот по кругу В заднем хроноускорителе я использовала, наверное, чуть побольше Может быть метр полтора, может быть один и семь Вот где-то так Обе детали, как спереди, так и сзади Я подсвечивала с помощью батарейного блока на восемь батареек Вот он Эти батарейки тоже типа АА Каждая из них на полтора вольта У меня тут вот стоят алкалиновые батарейки Не очень дорогие Мне обещали, что моя лента с этими алкалиновыми батарейками будет светиться час, максимум два Поэтому я запаслась каким-то гигантским количеством батареек Я купила, наверное, штук пятьдесят И я думала, что я по фестивалю буду ходить, знаете, так включаться периодически И выключаться, чтобы не сажать много батареек Чтобы на сцене внезапно не потухнуть Друзья мои, один комплект батареек продержался два дня Реально, все батарейки, которые я купила Они у меня спокойно лежат в ящике В общем, на одном комплекте спокойно я прожила в первый день часов пять фестиваля И во второй день примерно столько же Чтобы все это дело светилось еще ярче Я придумала такую небольшую фичу Внутреннюю часть детали нам нужно просто проложить самой обыкновенной фольгой Чтобы она отражала свет И тем самым мы делаем свечение еще более ярким Когда я все это делала, подсвечивала без использования фольги Вот этот центр, он уже немного провисал в цвете То есть он был намного более тусклый, чем вот здесь по краям Когда я сделала нашлепку из фольги, которой проложила внутреннюю часть Светить начало намного более ярко И эта проблема с провисанием центра Она абсолютно ушла Вы видите, что подсветка идет абсолютно равномерно Я думаю, это все заслуга как раз-таки вот этого небольшого отражателя Который я сделала внутри Как у коса урона, да? Для работы с лентой нужно запомнить всего две вещи То, что ее можно отрезать только через каждые три светодиода Все эти места там отмечены И то, что ее нужно паять на специальных площадочках Которые точно так же отмечены, как плюс и как минус То есть перепутать там совершенно ничего невозможно Ну то есть даже я разобралась Во всех моих светилках я использовала кнопочки специальные с фиксацией То есть вы их нажимаете и они остаются нажатыми Мне показалось, что так гораздо удобнее, чем какие-то обыкновенные переключалки Которые можно задеть невзначай и у тебя вся подсветка вырубится Задняя часть всей моей вот этой конструкции выглядит вот так Вот эта вот штучка, она у меня подвижная Ну, чтобы можно было какие-то телодвижения совершать И она совершала эти телодвижения вместе со мной Вот эти штуки, они тоже все подвижные И, ну, как бы подгоняются под мой размер, получается И держится все это дело вот на таких стропах Стропы можно купить в магазине тканей Они бывают разной ширины У меня, по-моему, два с половиной И стропы держатся на специальных фиксаторах Передняя броня надевается вот так И фиксаторами я это все соединяю с броней, которая надевается сзади И получается, что оно висит на мне, как рюкзак с двух сторон Как красить рассказала, как грунтовать рассказала, как подсветить Чем подсветить, чем запитать На что вешать Вроде бы рассказала все Надеюсь, это видео, такое вот объемное, насыщенное информацией вам понравилось Надеюсь, оно будет вам полезно И если это так, то мне будет очень приятно Если вы поставите этому видео лайк и подпишитесь на мой канал Также буду очень рада, если вы поддержите мой канал И поделитесь каким-нибудь видео в своих социальных сетях Как говорится, вам не сложно, а мне приятно Не забываем также про конкурс на нашивки Overwatch Который проходит на моем канале И результаты которого будут уже 1 декабря Что нужно делать, чтобы получить вот такие классные нашивки Я рассказала в одном из предыдущих своих видео Ссылочку на которое я оставлю внизу в описании Торопитесь, времени уже осталось мало А целых 3 подарка Целых 3-3 Комплект нашивок Tracer И еще по одной нашивке с логотипом Overwatch Ждут своих победителей Нашивки, кстати говоря, я все делала на заказ Комплект Tracer я вообще отрисовывала в фотошопе самостоятельно Поэтому это абсолютный эксклюзив Таких вы больше не найдете Если хотите эти нашивки Все ссылочки я оставлю в описании Про броню рассказала, про нашивки рассказала Лайки попросила Все, настало время прощаться Я надеюсь, вы будете ждать мои следующие видео И, конечно же, мы скоро с вами увидимся Все, пока-пока